вот это примерно половина всего у меня если брать только свойства будущих деревьев хватит на всю науку советского союза не только россии всего высшего союза другое дело что она никому не надо покупать как он продел плюс свойства у меня всего один такой пример одному дешево продал другому подарил завтра жду вот дальше это все ценность величайшая и я вынужден сказать я уже я буду сергеев говорить он тоже любит сад ребенка месяц один я собрался выпилить 15 это как минимум самых взрослых абрикосовых деревьев им тридцать и более лет под ними сейчас лежат под этими деревьями которые уснули жду морозы я чтобы не присоединить боли я всегда режу только во время когда деревьев спят я чувствую боль и я их должен выпилить полностью посадить молодежь в этом году черенков всем не хватит я рассказывал кино 150 черенков заказал 1 сек я взял предоплату за счета жить надо 150 черенков абрикосов 5 по 30 вот это значит как будто не хватит а вот это вот чтобы вырастить свои такие же точно абрикосы в общем я буду сажать огромные деревья дров потом не будет за 7 машину дров купил вот за 5000 ну в общем вот такая же такая действительность репортажа я хотел написать из дурдома знаете так врагов он подозревел маленький секрет видите сами делятся на ради подкормок можно устроить стационарные кормушки вот деревьев так ваши кормушки как они миллиарды триллионы где как они без них до сих пор обходились в копайте ведра без дна асбестовые трубы или другие емкости на пол метра в почве по периметру кроны пять шесть полда еще не поняли заполните битым кирпичом камнями накройте чем-нибудь чтобы туда не ссыпала земля очень удобно поливать вода уходит оборозку на уходе а вы думали в этом корне вы думали что специально деревья природа зараживает деревья чистым сплошен дернан потом толстым слоем листьев а потом не тонутая еще этим непронутая слоем снега вот зачем вот ты вот решил что бог что-то не доделал что-то он упустил причем упустил очень важное дело пять-шесть вот таких ну это же допустим ведро бездна пять-шесть таких отверстий там же корни там своя жизнь там все будет выморожено но это уже я не читаю вот это дурь я вам показал как можно удобрение кинать вот а потом вот и это самое эти так называемые феи помните когда мы поскандалились уже не с феями а с укусицами эти мерязники те меня значит нам брать им так же а вот феи а вот вы их критикуете а у них сто раз больше этих зрителей и вот этих сорок больше зрителей часть из них возьмет станет вот это дурь делать представляете видели им нужно полчаса занять получить свои деньги серебряники я видел как то их целиком все высшую группу человек 15 работают над тем чтобы научить вот эту дури натурально сто процентов вы попробовать туда залить воду она не пойдет вы будете часами стоять ладно вы что знаете когда мы бензин раньше заливали с канистров еще вот такой расширенный такой бачок вот тут вам совет если это вашим садом возьмите эту пробку уберите ставьте туда вот такой раз налили стоит приятно уходить ушли через все еще подлили думаю туда вода пойдет а сейчас вот этот дурь только для того чтобы заработать деньги а последствиях они не думали почему смотрите вот это вот и как я написал феи вот они еще ссылали что у кого такие почему нельзя было мне со мной покритиковать феи за и за это глупо эти дурдомовские советы нету их у них столько много подписчиков мордой ткнули вы не популярная вас мало ну что делать то смотрите я пишу феи окститесь вода нужно каждой микроби а здесь получается так вот сюда попала вода спасибо полтора цента сделал вот этот коллаж видите корни такие 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 стержневые полости с него и корней эти при корневой отводки вот это все а теперь смотрите я пытаюсь понять вот зачем они я уверен что если я возьму посажу этих двух там оба кандидата наук вот которые считают себя садоводами посажу и скажу вот это же я объясню поймите наступил засуха вот засуху полить все таки придется вот видите это же у меня в саду я ничего не выдумываю полить все таки придется но у меня засуха бывает месяц а теперь представим себе что вы поливаете ну вот эти дырки да вот а я пишу вода нужна каждой микроби каждый каждый понимаете все на земле они не знают этого вот нет сейчас когда я сказал а допустим вы знаете что все на земле состоит из воды я скажу да а теперь скажу вот у вас страдает обезводие насекомых ой насекомых надо уничтожать путь сохнут ну то есть для них все это враги и эти самые все что там творится по дереву а это же цепочка сплошная знаете какое гигантское количество муравей оставляет после себя пищи дерево откуда им знать то ну допустим я все это рассказал этим эльфеев да вот и вот у них вопрос а мы же все таки заработаем на этом ну может тысяч по 10 а может и по 50 именно вот на этом сюжете а их 15 человек вот а это популярный федеральный канал бобер и вот вопрос вы понимаете что вы людей отставляете они изувечат почву вот они покалечат червей здесь естественно не будет никакой еды для себя не уйдут те которые выживут так мороз убьет все вот это приствольный круг все живое что еще останется убьет мороз тонкие корешки тоже убьет а потом придет дикая засуха и вы будете вот сюда поливать а в самой почве будет полная суша трагедия настоящая трагедия у нас такая трагедия когда вы аранжевое море полночь высохла аранжевое море которое давало миллионы тонн осетрины а нас сухой это нас хозяйство такая вот а это мы делаем повторяем эту трагедию в каждом саду поливать воду так чтобы она попала в одну точку вот в эту вот дальше не пойдет поверьте это надо часами стоять с лейкой вот вы же не будете это делать дальше не пойдет и в это время все вот это вот приствольная живность будет умирать и дерево значит будет умирать и вот теперь вот взять бы вас сказать ну что отговорил может не снимите этот дебильный фильм вот это разная вещь это просто это стало нормой это один это кто-то у кого-то из них сля взял кто-то это сделал тот сказал ну-ка я тебе еще статью напишу вода уходит не теряется испарение должно быть вы знаете что от испарения летом жара это что это все дает прохладу не теряется испарение да должна теряться вот это есть тот самый уровень вот дебилизма нам ходу нет туда вот пожалуйста второй день черный экран телеканал усадьба вот бы навсегда они вот такой дебильный до этого еще не дошли но стоит мужик говорит вот сейчас еще листья вот видите они уже 8 это был конец октября на наших глазах по телеканалу этому сами раз подготовил к зиме мы это проходили второй день мой этот самый черный экран я начинаю отдыхать потому что сколько я это и потом еще пока тут есть знать только мы не даем все явно то что я сейчас с него снял вот пожалуйста вода нужна каждой микробиан ну как нельзя это не хотя бы в школе бы изучать вода источник жизни что его натворили то попадание испарял почва должна быть неприкосновенно без ран морозы же тут иначе добавлял букву б морозы же единственный способ полива близкий к природному это дождевание единственный не капельный полив такой же дебильный капельный полив для нас такой же дебильный как вот это раз для датчиков подчеркиваю вот арычный способ потом просто шланг кидают и безмерно льют воду естественно безмерно кто считал сколько за 10 минут за час дает шланг воды я написал где мы представляем муравьев кстати муравейников есть муравей метеоролог появляется на улице тучи на небе если резко падает давление старинный бровец резко падает давление вот таком плане бы в школе вы проходили на уроках биологии вы какая польза была бы низкое давление это предчувствие дождя у муравья и он дает команду все эти самые пробуги все окна все вот эти на крыше все отверстия закрыть прошел дождь и потом все команда открыть но даже вот это до муравейников вредно потому что бах посреди дня солнечного бах и мы даем эту воду конечно муравейник затапливать дети их тонут если бы вы знали что творится на планете единственное равное нам где-то по многих отношениях превосходящая цивилизация муравейная которая не повезло что она маленькая можно топтать не замечать уксусом травить что она когда он работали с муравьями он себя в зеркале узнает представляете когда вы смотрят его повседневную работу обычного рабочего муравья обычного разум прямо это это вообще не а у него мозговый а у нас вот такой мозг а мы простого понять не можем что надо сохранить вот эту муравейную цивилизацию и в лесу и в садах и главное поклониться низкое благодарить за помощь они окружаются цивилизация разумная непонятно как он имеет мозг который вот как кончик иголки как он имеет такой мозг вы поглядите к вам весь он муравей он вот такой и как он разумно действует и и и и и и и и и